здравствуйте друзья у нас сегодня в студии юлия вы как-то так больше фамилия может быть как-то вы представляете юлия минковская так откуда вы с такой фамилией приехали это фамилия супруга я приехала из москвы земляки так я переехала когда мне было 17 лет я переехал в израиль на учебу провела там 16 лет это училась так вы до хибри можете можно и на хибри так хорошо можно на english прожить там 16 лет я семьей переехала в америку именно в кремниевую долину в армии служили я была очень как как резервист я была как красная кнопка как красная кнопка на которую говорили не нажимать использовать только в крайнем случае понял то есть новые с автоматом бегали там затем узи нет не совсем нет так ну хорошо то есть а чё уехали из израиля наша семья получила зеленую карту да это принципе была лотерея у нас много лотерейчиков на канале много ребят которые у нас на канале играют я слышала и даже когда я была очень занята то михаил он об этом конечно же не помнит я очень я очень скрупулезно изучала все материалы и даже несколько раз мы переписывались михаил наверняка не совсем помнит фамилию я хорошо помню а с чем связано нет а о чем мы переписывались как проходить интервью где жить здесь почему не жить где в каких районах правда мы были знакомы форум говорим про америка все а вы там с каким этим пузырным или секрет это я не помню так вы в америке давно уже семь с половиной лет так подождите и а чем вы занимаетесь профессионально профессионально я ловлю кибер жуликов а а можно ловится ловится то есть вы в каких-то компетентных органах работаете или вы в частном каком-то сыскном я работаю в компании называется файсерф эта компания конечно да конечно будет программное обеспечение для всех это очень известная компания конечно что она будет рассказывать конечно это очень известная это известная в америке компания где-то который составляет у нее 25 где-то плюс тысяч работников 25 5 тысяч работников и я занимаюсь конкретно мой отдел я руковожу отделом аналитики аналитическим отделом там где мы предотвращаем кражи когда люди переводят деньги с одного счета в другой например paypal но наш то что мы делаем она уже сидит в банке когда вы заходите свой онлайн-банк вы пытаетесь перевести деньги то эти деньги проходят через нашу инфраструктуру встроено встроено и вот в этой структуре есть такая коробочка black box там где разные бегут статистические модели которые предотвращают кражу до того что еще ваши денежки украли то есть у вас не то что департмент какой-то там fraud detection или fraud prevention это и есть fraud detection но это fraud analytics я понял то есть вы смотрите на те случаи когда фрод имел место и пытаетесь сделать так чтобы дальше вот эти схемы уже у них не работали абсолютно верно мы даже мы даже делаем не то что схем уже не работают а что машины уже сами изучают какие последние последние веяние как бы так даже то есть роботы сами себя учат но это называется машин что творится друзья может быть некоторые не знают соединенных штатах если допустим вы стали жертвой какого-то вот мошенничества банковского то это на банке это не на вас то есть если у вас деньги украли а банк этого не распознал то то это их потери не ваши поэтому банки конечно тратят очень много денег на то чтобы это не происходило абсолютно верно а в израиле тоже так вот если допустим у вас банковского счета что-то украли и вот допустим пришли с фальшивой подписью и сняли у вас со счета что-то в израиле совершенно другая конъюнктура рынка потому что в израиле банков всего может быть три больших топ банков и где-то там 20-30 маленьких дали уме и банка полим дисконт и есть несколько и есть очень много и вернее не очень много очень много для израиля это 20 это 30 в америке да я управляю я работаю у меня 3500 банков включая 27 из 30 которые самые ведущие банки в америке такой прям начальник отдела я руковожу подразделением у нас есть большой отдел называется и риск аналитик то есть можно и не переводить за и я отвечаю за какой-то отдельный кусочек который то есть у меня наверное самая интересная работа потому что я смотрю какие вот эти веяния каждый день например есть люди которые работают статистике вот они статистике люди которые действительно строят статистические модели а у меня работа во-первых описывать какие вот сейчас веяния а во-вторых искать какие-то решения которые не только вот одним путем можно решить а разуме а вам вот какие-нибудь бонусы даются то что учить хитро обнаружили или вы так просто зарплате бонусы дают как в обычных как как и принято в кремниевой долине вам дают например годовые бонусы за то что вы преуспели вы как-то тоже эксидс экспектейшн есть такое есть такое но не лучше потому что больше чем два раза больше чем зарплата нет таким не совсем это есть годовые бонусы но я работала я начала работать в стартапе который назывался кэшэйч это да это стартап который тем и занимался что они переводили деньги может быть в москве есть да и софт вот они тоже переводят деньги между банками и этот кашич там было может быть пару сотен человек и несколько лет назад нас купили и когда нас купили как как и бывает в кремниевой долине работники получают какие-то какие-то это как акции то есть ваше стакок что заказались west и вам дали деньгами или там акциями новой компании во первых да когда покупается компания то работники получают какие-то акции и и они могут единовременно получить в принципе такой нормальный весомый кусочек и я здесь прямо бабло это как бы акции которые вы можете получить перед перевести в деньги наличные буквально я бы эти акции которые вас были там пересчитываются в акции другой компании которого скупил в нашем смысле когда нас купили она пересчиталась уже на деньги в то время когда нас купили то есть есть очень много разных нюансов у нас это превратилось слово кэш то есть в деньги но для ключевых работников мне посчастливилось быть ключевым работником да в америке тоже очень принято когда ваш старта покупают называется ретеншин бонус это работника выплачивается еще какая-то компенсация может быть полгодовой зарплата хорошему чеку так еще и ретеншин бонус чтобы вы год или два оставались компании не уходили и через год друзья можно жить можно жить да но это конечно зависит надо быть вот так вот реалистично в принципе как повезет надо всегда знать что силикон в кремниевой долине есть какой-то есть процент вот есть стартапы которые преуспевают есть стартапы которые не преуспевают но в основном да но когда вы поступаете в какой-то стартап кстати мой совет вот людям которые интервьюируются не просто поступать на работу потому что это работа а можно вам выбирать куда присоединиться потому что какому стартапу потому что вам надо знать кто хозяин откуда они получают инвестиции чтобы быть быть уверенным, что вы присоединились в рынок. Если это уже пятый стартап, который он продал за последние 10 лет, то, скорее всего, он и этот хорошо продаст. Не факт, что вам достанется, тоже бывает. Но, кстати, вы знаете, я хотела тоже дать еще один совет. Когда я поступала на работу в этот стартап, я как-то вела переговоры о зарплате, и мне дали какие-то опции сток, и мне говорят, например, цифру 6342. — За какой срок? За 4 года? — Нет, когда я поступала на работу, и мне предложили какие-то акции, которые были просто номером этих акций, написан на бумаге, и я даже не вела никаких переговоров. То есть это что-то, которое в воздухе. Там было написано 6000, там что-то, 32, ну и вы подписываете договор. Но на самом деле, когда вы подписываете договор, договор, а вы скажете, а почему и не 7213? То есть вы можете, даже если это что-то в воздухе, то… — Знаете что? Это если вы на очень высокую позицию идете, вы можете поторговаться там, где речь идет о стокопшинс. Но, в принципе, что происходит? Вас берут на работу, и они как бы дают, вот у них есть некоторая табличка, по которой они говорят, кому сколько этих стокопшинс. То есть, если, например, вам дать их больше, то непонятно, что с другими людьми делать. То есть, именно стокопшинс, в основном, это не очень не гошебл. Это от должности зависит, вот и… — Это да. — Бывают люди торгуются, бывают. Но это уже от высокой позиции обычно. — Не просто инженер там, да. — Да, это абсолютно. Обычно это в больших компаниях. Когда вы идете работать… Да, когда вы идете работать в какой-то уже большой компании, крупной, то у них есть очень такая строгая таблица. — Структура, да. — Когда речь идет о таком небольшом стартапе, то есть, я не буду говорить, что вот на сколько-то процентов, но даже на 5 процентов есть. — Есть гибкость, да. — Есть, можно. И всегда стоит попробовать, конечно, не преувеличивать, не пересолить, но попробовать не стоит. — Ну, на самом деле, я хочу сказать, что мы с Юлей можем еще, может быть, о стартапах, о секретностях всяких, отдельно поговорить, но у нас на самом деле тема немножко другая, потому что повод для встречи был другой. Сегодня мы познакомились вот пару дней назад, как бы так сказать, живьем на мероприятии в Сан-Франциско, где там речь шла о поиске работы, о, ну, резюме там туда-сюда, всякие советы были, и те, кто наш канал регулярно смотрит, они видели, я недельку назад там вот вывешивал, в воскресенье было дело ночью, вот я вывешивал там сюжет, кстати, два даже сюжета в двух частях, о том, что там происходило. И вот мы там познакомились, и я не знал, что Юля ведет группу, как там, женщин в технологиях или женщин вообще в чем? В чем? В чем? А то скажите, что за группа такая, почему именно женщины, а то знаете, как это вот это, куры клюют петухам не дают. Понимаете, вот я начинаю волноваться, что ж такое происходит. Что за группа у вас? Эта группа называется Russian Speaking Women in Technology. Именно Russian Speaking. То есть, может быть, например, там из Турции, но если по-русски говорит, вы её возьмёте. Ну, это редкий случай, но, например, да, есть кто-то из Болгарии, есть кто-то, может быть, из Больши. Берём, берём. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Симпатичные девчонки-то у вас там в технологиях. Поэтому это вход только Russian Speaking Women in Tech, чтобы не отвлекаться. А-а-а, ну да, да, это правда. Это вот, это как там, в синагоге женщины где-то, чтобы мужики их не видели, правда? Когда молишься, ну, что они тут будут отвлекать? Это хорошо, да. Так, давайте. Сейчас я расскажу. Russian Speaking Women in Technology – это группа, это сообщество, это, можно сказать, община. И она была создана полтора года назад, в июле 2004 года, 2014 года. Да. Поэтому, Мухаил, вы, наверное, и не слышали, потому что это… Нет. …что-то совершенно новое. Так. И история такова, что и я, и Лилия Шварц, она и подруга, и соратник, совершенно замечательный человек, и филантроп, и человек большой души. И ещё я её называю social media guru, то есть гуру социальных сетей, которая организовала очень много интернет-сообществ, здесь в Силиконовой долине, и очень много популярных, там, где уже несколько тысяч участников. И мы с ней вместе познакомились, когда мы были добровольцами в общине, просто независимой… Волонтёрами такие. Да, волонтёрами в русско-еврейской общине в Лос-Гаттесе. А там, типа, джуньки есть что-то? Да, там есть центр, да, еврейский центр. И мы общались с очень многими людьми, во-первых, а во-вторых, у нас есть просто здесь очень много друзей. И получилось так, мы спрашивали у женщин, а чем вы занимаетесь? Кто-то говорит, а я QA, Quality Assurance, инженер. А чем вы занимаетесь? А вот я программист. И из сотни уже людей мы узнали, что, в принципе, должности – это программист или QA, но очень редко было, что я руководитель группы, очень ещё реже было… Директор, и ещё, ещё реже, что я, как называется, экзекьютив… Ну, менеджмент-левел такой, да. Да, что какой-то высший эшелон в компании, и ещё меньше, ещё меньше гендиректоров. Почему мы это сделали? Это естественная пирамидка такая. Это естественная пирамидка. Но эта пирамида, она среди русскоязычных женщин, она несколько другая, потому что все прошли через эмиграцию. То есть есть огромная разница между тем, кто здесь вырос, и между тем, кто приехал. Есть какие-то культурные различия. И мы это сделали, во-первых, у нас очень… Почему именно женщины? Потому что здесь существуют замечательные организации – ТЭК-клаб и Амбар, там, где все вместе. И каждая группа, она, у неё какая-то определённая тема. И у нас, мы находимся в партнёрстве с этими организациями, и основатели нам очень помогают советами. Но почему мы сделали отдельную группу? Потому что у этой группы были какие-то свои потребности. Например? Например, женщины, это уже доказано очень многими выступающими. Что мы делаем? Сейчас я расскажу. Мы где-то раз в месяц встречаемся на ужин и приглашаем каких-то интересных ораторов. Я извиняюсь, а у нас сколько собирается? Значит так, у нас собирается где-то от 60 человек. То есть есть разные по величине 120 человек. То есть где-то варьируются. А где же вы ужинаете с таким количеством? Вот. И мы как раз сотрудничаем. Один раз что-то было в Гугле. Один раз в Walmart Labs. Я понял. Поскольку у вас там есть всякие люди из разных компаний, они на месте договариваются. Абсолютно. Потому что наши везде. И мы встречаемся, приглашаем, например, успешных женщин. Вице-президент Walmart Labs Инга Кулсберг из наших. В Гугле Алекс Левич, она руководитель проекта, была хром-браузер. Теперь она перешла в Facebook, но Алекс Левич была тоже нашим гостем. И это называется формат Fireside Chat. То есть УКамина. Поэтому наша группа называется Russian Speaking Women in Technology Silicon Valley. Такой УКамина. УКамина. Потому что очень популярна такая вещь, что... И улица Эль Камина. И улица Эль Камина. Да. Вот. И это мы просто встречаемся и в такой неформальной атмосфере задаем какие-то вопросы. И каждый гость привносит что-то своё. То есть идея всё-таки, значит, по-женски обсудить проблемы карьеры. Обсудить даже не проблемы. Скажем так, это не проблемы карьеры. Не проблемы. Разные аспекты. Аспекты. Так. Совершенно верно. И то, что... Вот в чём... Теперь возвращаемся к вашему вопросу. Почему? Что такого необычного? Потому что наши русскоязычные женщины, есть какие-то общие факторы. Например, очень... Очень аккурат... В общем, очень... Все большие аккуратистки. Все очень по-многу работают. По-многу работают. А как же дети? У вас детей много? У нас детей много. У нас детей очень много. И как же вы? По-многу работаете? У меня лично трое. Относительно по-многу работаем. И женщины, они умеют просить что-то для других, но у них большая проблема просить что-то для себя. Например, просить о повышении должности. Просить, например, когда женщины устраиваются на работу. Мужчины, например, когда им дают предложение о работе, по-английски offer, они еще несколько тысяч долларов, но они еще прибавят, поторгуются. А женщины в 95% никогда не торгуются. То есть, есть статистика такая? Есть такая статистика, что женщины практически не торгуются. Им дают offer, они думают, что это да или нет. Вы знаете что, может быть, это из-за того, что все-таки, если женщина семейная, то может быть у нее в семье главный фокус денежный у мужа, а для нее существенней способность работать и как-то семьей заниматься, чтобы это не было далеко или еще что-то. Поэтому деньги у нее, может быть, на десятом месте, а не на первом или на втором. Я тоже так думала в начале, и поэтому женщины, в принципе, не торгуются. Но на самом деле у нас был такой парадигм, вот как сказать, парадигма была. В том, что женщины работают, например, если мы работаем на полную ставку, то и так это где-то часов 8 минимум плюс дорога. Нас 10 часов в день нет дома. То есть, когда мы на работе, мы думаем о работе. Когда мы дома, мы думаем о доме. И то, что у детей есть и мама, и папа, вообще-то участие, оно в принципе одинаковое. В крайнем случае, в нашем случае... На американские, наверное, да. Да, и еще у нас есть такая израильская история, что в Израиле, например, оба родителя, они в одинаковой степени, там, папы гуляют в парке и пеленают детей. Даже есть папы, которые берут отпуск. Так и здесь то же самое. Вот и здесь так тоже есть. Поэтому то, что женщина считает деньги или не деньги, это, наверное, какая-то стигма. А в Израиле, вот я насколько читал, что там как бы естественным образом женщины платят меньше за ту же работу, на той же должности и так далее. В государственных учреждениях, мы тоже обсуждали все ваши вопросы, мы уже действительно очень правильные вопросы, мы уже обсуждали. В Израиле есть, например, на каких-то там есть такие отрасли, но они обычно отрасли малооплачиваемые. Но вот в том же, в той же самой области высоких технологий все говорят, это как вы договоритесь. И мы говорили о том, что, например, вам дают зарплату 100 тысяч долларов, не зарплату, а оффер. Женщина идет и не договаривается ни о чем, не торгуется, а мужчина идет и торгуется. И поэтому мужчина сторговался за 105 тысяч долларов, это я говорю какие-то оценки. И потом каждый год в Америке принято повышать на 2-3 процента мерит инкриз, называется такая штука. Вот, и если у вас уже базисная зарплата у женщины будет 100, то через 5-6-7 лет, то что вот со всеми этими добавками, женщине, и если сравнить с добавками к 105 тысячам долларов, то вот эта дыра, она растет. Растет. Но вы знаете, что тут есть тонкость? Проходит вот там лет 15, и они говорят, что-то мы ей наприбавляли тут за 15 лет, давай-ка мы ее уволим, а возьмем на половину этой суммы, там вдвое моложе, энергичней там и так далее. Есть такое? Нет такого. Вот, все, друзья, такого нет. А могли бы, могли бы. Такого нет, если мы смотрим какой-то пол, то есть это может случиться, наверное, с каждым человеком, это не обязательно женщина и не женщина, тем более через 15 лет, если мы так уже об этом говорим, дети вырастают. Но наша установка такая, что когда нас нет дома, мы и так на работе. Почему я работаю просто программист? Почему бы мне не быть начальником, хотя бы руководителем группы, а потом быть директором? То есть за эти же самые 8 часов, почему я получаю X, а не в полтора раза X? Ну это же надо, чтобы соответствовало внутренним устремлениям каким-то. Не станешь начальником от того, что думаешь, там денег больше. Чтобы быть начальником хорошим, надо быть хорошим начальником, то есть надо стремиться, надо хотеть. Бывает момент, ты дорастаешь, вот ты работаешь, работаешь, и думаешь, блин, ну или уже сам будь начальником, или терпи, потому что всякий чужой начальник, он в общем-то, понимаете, в какой-то момент ты думаешь, ну как, ну сил же нет, понимаете. А может сказать, да хрен с ним, там я вот, главное, у меня все в доме, а это тут на работе, там, мне без разницы. Но если ты профессионально относишься, в какой-то момент ты перерастаешь то, что происходит на работе, и уже как тебе деваться некуда, уже надо самому начальнику. Если умный такой. Да, это очень интересный момент тоже. Значит, как это происходит наверняка в России, я просто даже не знаю, как оно работает в России сейчас. Я тоже не знаю. Ну, в Америке есть два маршрута вашего развития. Один называется IAC, Individual Contributor. Это человек, который хочет расти в профессиональном смысле. И есть второе, это Management, то есть Individual Contributor и Management. Например, я, у меня диплом MBA, Master of Business Administration, помимо программирования. И я себя вижу в том, чтобы не просто расти, программировать и быть Senior Engineer, и потом Associate, или там еще что-то. Но вы уже и так в административной функции. Да, но я и административная, вот то, что я больше всего люблю, я у меня и административная, и, как называется, hands-on. Ну что, прям код пишете? Да, я даже могу и писать код, и мне это очень нравится, потому что как раз очень многие люди, это большая, большая очень дилемма, потому что люди боятся, что если я перейду только в управленцы, я потеряю навыки, и тогда уже будет, это очень большая дилемма, которую мы обсуждаем уже месяцами, вот, и что делать. Но люди могут развиваться, и поэтому даже если люди не хотят быть начальниками, но они вместо QA, они могут быть Senior QA, Associate, то есть там есть тоже своя иерархия. Да, может быть директор, но есть тоже разные, есть как бы Team Lead, который чисто технический, но там тоже есть иерархия. И очень многие как раз женщины, и очень многие русскоязычные женщины, они интересуются, но они не знают как, они даже не знают... Вы им рассказываете как? А вы на видео снимаете, чтобы потом можно было еще раз посмотреть? Вот у нас это следующее, у нас, вот, мы ищем добровольцев, мы только еще, как сказать, в пеленках. Никто не может со стороны увидеть, как щетина превращается в золото, понимаете, они там у себя внутри превращают. Слушайте, а вот у вас там, например, есть такая тема, как, вот, допустим, какое-нибудь внимание со стороны мужчины на работе? А вы имеете в виду повышенное внимание? Ну, если... В Америке, Михаил, это очень, вы знаете, в Америке это очень такая тема. Думаешь, где же они со своим вниманием-то? Да, где-то такое? Да, это все, которое... Где внимание? Знаете, в Америке это называется еще и внимание, это могут вам перевести в разные такие нецензурные темы, sexual harassment, что у нас, как бы, это пока тема не обсуждалась, но... Вы знаете, что я помню, случай был, вот, когда была эпидемия этого harassment, в смысле обсуждения, где-то в 90-е годы еще в конце, был дядька один, он был супервайзером, то есть начальником в Аламиде-Каунте. И его уволили там по статье. Уволили его за harassment. Значит, в чем состоял harassment? Он, проводя митинги, там была женщина афроамериканская, которая вот на него пожаловалась, и там, в общем, все покатилось. Хотя, я думаю, наверное, они хотели его убрать, а это поводом было, скорее всего. Но он, когда митинг собирался, и там что-то они обсуждали, и там люди со своими, каждый со своими заморочками, и он говорил, guys, let's get naked, да, то есть это идиома, дословно это, значит, давайте там станем голыми, давайте разденемся до гола, да, но get naked, это значит, уберем весь мусор и к сути дела перейдем. Давайте перейдем к сути дела. Значит, женщина, которая родилась в Америке, англоязычная, которая не может не знать, что это идиома, и не может не знать, какой там смысл. Понимаете, она начинает вот это все так буквально переводить. Да. Есть такой вот тоже, уже по-русски, вот мужик приходит в офис, и возмущенно кричит, вот там, говорит, что же за безобразие, говорит, идешь по улице, говорит, полная улица, голый баб. Все начинают в окно смотреть, и говорит, а где же голы, они же все одеты. Он говорит, одеты они, говорит, а под одеждой что? Понимаете, и вот эта женщина, она была в этой самой ситуации. Она слушает его, он ничего такого не сказал, все знают, что он ничего такого не сказал, но она прицепилась, идиому перевели в дословную комбинацию этих слов, его воли сработали. Ну, такое может быть здесь, в Америке, так что мы даже, я хочу сказать, это меня даже очень изумило, мы даже об этой теме вообще не думали. То есть мы не встречаемся как бы женщины, потому что мы женщины с точки зрения там sexual harassment. Мы встречаемся как какая-то группа, потому что здесь есть в Кремниевой долине своя экосистема. И вот тут есть очень много, например, женских групп. Но женщины могут быть из Китая, из Индии, и у них у всех совершенно разные потребности, у них совершенно разные возможности, совершенно разные культурные ценности. А то, что вот у нас, из-за того, что мы женщины, у нас вот какие-то были свои потребности, свои вопросы, но мы никогда в этом не думали. Юля, такой вопрос. Вы сказали, что у вас на тусовке собираются там 60-120 человек. А вот списочный состав у вас какой? О, это самое интересное. Я до сих пор не переставаю удивляться. Полтора года назад мы начали с нуля. Нет, было 100 человек, мы сказали, было 100 женщин. Нет, мы начали с нуля. Мы слили, начали совершенно с нуля. Это вот нас такая вот идея посетила. И в самый первый раз, это было где-то так 30 наших друзей, подруг, вернее. И сегодня в нашей группе 1200 человек. 1200 совершенно замечательных, умных и талантливых девушек, которые только находятся в Кремниевой долине. И мы действительно отбираем по профилю в Линдке. То есть вы не принимаете посторонних? Мы хотим, чтобы это было локально и релевантно сейчас. Но, естественно, у нас в планах действительно нас уже спросили, а можно сделать такую же группу в Москве? А можно ли сделать такую в Лос-Анджелесе? То есть, если вы сейчас нас смотрите, и вы хотите продолжить эту инициативу, я буду бы очень-очень рада. Вы просто в группе напишите мне, или в Фейсбуке напишите мне, и тогда мы вас ознакомим с правилами. Ну, давайте так, я ваш контакт дам в Фейсбуке. Группа тоже в Фейсбуке? Группа называется Russian Speaking Women in Tech Silicon Valley У Камина. То есть нельзя никак переносить. Фейсбук-группа? Это Фейсбук-группа. То есть это не одноклассники, это Фейсбук. Это именно Фейсбук. Так, хорошо. То есть 1200 человек – это подписка в группе в Фейсбуке? Да. Вот когда собираются, допустим, вы провели там 5 митингов, и все они были по 120 человек. Когда вы посмотрите на суммарно, сколько было народу за 5 митингов, это будет все равно 120, или это может быть будет 400, 500, 600? Совершенно верно. У нас уже было проведено 13 ужинов, где-то за полтора года, что действительно замечательно. Покушали. И было, конечно же, люди очень любят возвращаться. Есть часть людей, которые пришли, которые новички услышали. Кто-то рассказал о нас, о нашей группе. И где-то было минимум 400 человек. То есть 400 человек, которые минимум посетили хотя бы один вечер. И мы слышим 100%, 100% каких-то обратная связь, что 100% все очень довольны. Потому что это не просто группы, что-то такое фронтальное. Это как бы действительно мы все встречаемся. Но у нас, как проходят наши вечера, что первая часть ужин, но это на самом деле нетворкинг. Все знакомятся, все общаются. У каждой участницы табличка с ее именем. И сегодня это уже просто превратилось в какую-то семью. То есть люди, которые уже, девушки, которые уже друг друга знают, есть очень многие подружились. Конечно. И, значит, первая часть нетворкинг. Вторая часть, гость программы, это какой-то гость. И у нас действительно были Ира Блог. Ира Блог, если кто-то еще не знал. Андроид. Да, Ира Блог сочинила и нарисовала этого робота лого андроида. Это тоже очень много наших везде. И у нас, значит, идет разговор. Все думают, что андроид это гугл, а это Ира. А это Ира. Да, вот так. И после этого опять десерт и опять нетворкинг. И, естественно, люди не хотят расходиться домой. Но, в общем-то, вечер, вот каждый вечер, это что-то необыкновенное. И вообще, почему я называю это не организацией, не каким-то официальным вещью, это сообщество. Потому что мы решили, что ни я, ни Лиля мы не сможем помочь всем. Тысяча двести... А чем помочь вы не сможете? С советом, с работой. И поэтому наша группа одни помогают другим. То есть это просто органический... Давайте вот что сделаем. Давайте мы будем вас часто показывать. Или вы меня зовите на ваше сборище, я там платочек повяжу и буду на видео снимать ваших гостей. Потому что вы просто... Жалко пропадает-то. Так бы вас не 300 человек смотрели бы, или там 120, а вас бы видели многие-многие тысячи. Это же всем надо. И в Чикаго люди живут, и в Нью-Йорке люди живут. Понимаете? И вы фактически, как-то сказать, закопали, можно сказать, существенный пласт. И я на самом деле думаю, что очень многие люди, и женщины, и мужчины, которые нас смотрят... У нас примерно половина зрителей наших из Российской Федерации, еще 25% это Украина. Американских может быть 7-8. Ну плюс Канада, ну может быть 10. Вместе с Канадой может быть 10%. Остальные все в основном в странах бывшего СССР. Там Беларусь у нас, и Казахстан, и Прибалтика. В общем, я думаю, что для их понимания мира, в котором мы живем, понимаете? Вот есть какие-то там стартап, там Google, Facebook, там бабки какие-то. Я не знаю, какие-то... А люди, понимаете? Просто люди, вот просто они работают. Они что-то такое рассказывают. А какие темы они обсуждают? Я думаю, это совершенно бесценный материал. Жалко пропадать. Они бы посмотрели, они бы посмотрели на Иву, они бы посмотрели на Лилю. Правда? Да. Они бы сказали, хорошо? Это действительно. Идея, конечно же, замечательная. Жалко, если бы вы сами снимали, я бы ничего не сказал. Но поскольку вы собираетесь, и оно так вот уходит никуда. Миша уговорил. Да. У тебя приглашение. Все, договорились. У меня, друзья, у меня нет женских шапок. У меня, вот видите, все такое мужское. И я бы сказал, даже такое нелитаризированное. Вот я либо так, либо уже так. Под генерала. Под генерала я, знаете, я такую тупую рожу начинаю делать. Я не знаю, почему. Я вообще генералов уважаю. Но вот такое паря, паря. Чтобы для натурализма. Вот. А так еще женский. Придется вам обзавестись париком женским, чтобы присоединиться. И я хотела сказать еще один нюанс такой. Наши встречи, несмотря на то, что вот этот нетворкинг проводится по-русски, что это очень... Хорошо. Да, как-то уютно. Но встречи, вот это очень странно, нам все время задают вопрос. Вот сами интервью непосредственно проходят на английском языке. Интервью, значит, когда выступает человек гость. Потому что люди, например, как я. Я сейчас, по-моему, говорю по-русски столько, потому что супруг у меня не русскоязычный. И я говорю по-русски, я практически не говорю по-русски. Так с супругом вы на иврите, что ли? По-разному. Да, по-французски на иврите. А французский вас откуда? Супруг из Бельгии. И... Такой франкоязычный бельгиец приехал в Израиль. Да. Познакомился там с вами. С нами. А вас много? Со мной. Да. Окей. А он по-русски не научился? Научился. Так. Ну, прилично или так? Ну, на бытовом уровне, да. То есть может там разругнуться как-то? Нет, он не рвается. Он не рвается. А чем занимается бельгиец? Он, кстати, в вашей области. Он руководит проектами в сфере QA. А что же он у нас практикантов не берет? Вот он сейчас как раз ждет. Возле студии, да, да, да. Можно обсудить тоже. Конечно. С именем очень вкусно. Все мои госпруги очень любят. Особенно на Новый год. Постойте, это вот он из Бельгии, Менковский. Ну да. У него прадед, это знаменитый ученый Менковский, который в принципе учил еще Эйнштейна. Ребята, в Бельгии тоже наши. И в Бельгии тоже наши. И его зовут, как его зовут, Оливье. Ой. Прямо, а вы его как? Оливер? Ну это Оливер, а по-французски это и есть Оливье. 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 И все мои друзья, да, у него кличка такая, салат. Ой, слушайте. Да. Симпатичный. Но я хотела сказать, возвращаясь, мы говорим о наших встречах. Наши встречи на английском языке, потому что когда мы говорим, даже я когда обсуждала свою работу, это очень тяжело. Получается, как Татьяна Толстая сказала, волопю. Если обсуждать какие-то нюансы работы силикона в Кремниевой долине, то и говорить по-русски, и употребляя какие-то термины, то получается какая-то... Суржик чудовищный. Да. И поэтому те, которые находятся в России, в Украине, у вас есть такая замечательная возможность просто изучать английский язык. Потому что вы знаете, о чем речь, вы будете понимать, и, в принципе, вы сможете помочь. У нас на канале очень многие владеют вполне прилично. Я уверен. Я-то когда говорил, давайте там записывать, я думал, что это вы там по-русски будете. Но, то есть, аудитория шире была. Но не суть. На самом деле, в принципе, правильно ориентироваться на тех, кто уже в Америке. Потому что им-то, как бы, по-английски даже лучше, потому что если они куда-то пойдут, им не надо переводить, им не надо... Я вот сейчас сижу, у меня на экране книжку я пишу про поиск работы в Соединенных Штатах. И я там начал с того, что я говорю, давайте договоримся. Я вижу. Да, да, вот это вот, да. И я говорю, давайте договоримся, что мы будем широко использовать сленг, такую вот терминологию местную и так далее, потому что мы речь о рынке труда в Соединенных Штатах. Абсолютно. И есть такие там блюстители чистоты русского языка, понимаешь, и то у них дали, и не силиконовую у них дали на окрепную. Вот видите, все время я меняю. И не тестер у них, а тестировщик. Так мало того, они еще все поправлять норовят, понимаешь? Вот, потом... И вот я не знаю, что. Ну, читай комсомольскую правду, ну, что ты, естественно, пришел тут... По-другому невозможно. Люди говорят на этом вот, на всем. Ну, что ж теперь? Абсолютно верно. А сами? Знаете, что они сейчас ученили? Они теперь, этот... Вместо программного обеспечения... Знаете, как они говорят? Пау. Нет, это раньше было. Они говорят, программное обеспечение. Ну, это уже... Знаете, как вы не говорите? Пау бывал бы. Как Брежнев. Пау бывал бы. Да, как Брежнев. Как Брежнев, да. Или там Горбачев тоже. Горбачев тоже, да. Да. Но есть какие-то термины, что самое интересное, когда я переехала учиться в Израиль, еще это, собственно, профессий, профессий этих не было. И в начале, да, когда я приехала в Израиль, я вообще училась, училась вообще чему-то другому. Это в каком периоде времени? Это были начало 90-х. Я не буду говорить, что мне было 3 года, нет. Нет, начало 90-х. Ну, выглядите вы, как будто вам было 3 года, но это не важно. Мне было минус 5. И когда я приехала в Израиль, и даже в Америке, люди, которые в 90-х годах учились в университетах на компьютер-сайенс, это были такие люди, как Билл Гейтс на снимке Микрософта в 80-х годах. Такие были бородатые в очках. Билл Гейтс мой ровесник. Это где-то год 78-й, там, 9-й, да. Люди были с бородами в очках, такие ботаники. Да, ума такие, да. Да, да, да. И когда я на это все посмотрю, именно нерд, это ботаники, да? Ботаники. Говорят так, да. Ботаники. И когда я на это все посмотрела, я ушла учить то, что я вообще люблю, географический факультет в Иерусалимском университете и социологию, и это все, да. А как же вы код-то писать стали? Была в Израиле программа. Так. В Израиле вот как раз в конце 90-х стало очень недоставать программистов. И я как бы пошла и подучилась. У меня заняло где-то месяцев 7. Вообще интенсивно с 8 утра до 5 вечера, еще домашний. Это, конечно, наверное, как ваша школа, но я училась очень-очень интенсивно. Потом я стала работать, а потом уже по ходу работы я закончила магистром, ну как MBA, как по-русски. MBA, по-русски MBA. И по-русски MBA. И очень-очень-очень довольна. То есть у вас именно компьютерного высшего образования нет? У вас образование географическое, естественно, научное, потом MBA. Да. Интересно. Друзья, каждый человек, чем бы он не занимался раньше, может в какой-то момент начать писать код. Да. Это только вопрос внутреннего, как сказать, решения. Скажи «да» программированию и пойдет. Да, абсолютно верно. Потому что сегодня, например, я смотрю, сегодня уже есть такие дисциплины, которые учат в университете. Например, моя собственная, то, чем я занимаюсь, называется Data Analysis, Data Science. Такого не было. А теперь уже как грибы после дождя начали открываться программы в разных университетах. Они говорят «дата» или «дейта»? «Дейта». 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 Я уже испугался. Ну вообще «данные», называются «данные». И вообще вот то, где я работаю, люди, которые со мной работают, у них образования нет. Потому что та область, в которой я работаю, надо быть и экономистом. То есть мой MBA, он работает на слабу. Потому что надо быть экономистом и знать статистику. Но то, что я учила социологию... Математическую статистику? Ну, статистику, знаете, даже экономическую статистику. И надо знать, называется «customer behavior», как люди себя ведут, как жулики себя ведут. Психология. Да, психология. То есть в социологии есть очень много параллелей. Потому что есть люди, которые там хакеры, они могут быть определенного возраста, в какое-то определенное время они обычно там любят вечером подключаться к компьютеру. Даже настолько. Слушайте, а вот я, поскольку пользуюсь PayPal, и не только когда получаю деньги, но и когда плачу, там у нас есть люди, работающие, там вот у меня в России есть человек, в Украине, и PayPal, но они там много берут. Я пытался найти какие-то альтернативные, там еще что-то. И получилась такая история, вот недавно совсем, какая-то была блокировка, невозможно стало деньги переводить в Украину. И нам пришлось искать какие-то сервисы, перестали принимать в Украину. Маннигрэм, например. И что происходит вообще? Почему такие вещи происходят? О, вот эта вся область международных платежей, это на самом деле очень такая серьезная и комплексная. Журническая. Не то, что журническая. Дело в том, что это зависит от... Для Танго надо два человека. Это зависит от разных соглашений. Это раз между странами. Это называется compliance, да? Вся юридическая сторона. И еще в Америке, если вы сами понимаете, они смотрят, откуда пришли хакеры. То есть, вы знаете, вот это все нигерийские, вот эти все письма про принцев и так далее. До сих пор пишут. Вот, и если из какого-то определенного, из страны, даже товарищи хакеры, чтобы вы знали, если вы пользуетесь очень хорошими анонимайзерами, прокси и так далее, это все очень просто, это все вычисляется. Вы можете сэкономить поспать одну ночь, не надо кемарить. И если из какой-то определенной страны, например, идет волна хакерских атак, ее в какое-то время могут взять и перекрыть. То есть, это зависит тоже от Америки. На какое-то время. Да. Но я не могу сказать насчет PayPal, почему они это сделали. Наверное, у них какие-то есть причины. Это был MoneyGram. То есть, они отказались переводить. Точнее, они сказали так, ты можешь это делать, но если ты лично придешь в приемный пункт и дашь на деньги. А вот так как мы карточкой платили, там платили за они так. Ну, вот из-за этого, конечно. Потому что люди платили наверняка чужими карточками. Кто-то что-то нашел. И поэтому они хотят, чтобы вы туда пришли, представились, показали свою стеренечность. А потом отменили. То есть, сейчас снова можно. Ну, то есть, да, это наверняка... То есть, оперативная есть такая работа там. Да, то есть, в MoneyGram у них есть свой отдел по борьбе вот с этой киберпреступностью. Это называется fraud. Fraud. Fraud detection. Мошенничество. Да, именно мошенничество. И наверняка, когда вот эта пошла волна вот этих краш, то они просто не смогли с этим справиться. Этот отдел аналитиков. И поэтому они прикрыли. А когда справились, то... А в целом, по миру, это большая финансовая проблема? То есть, скажем, это что, 3%, 5%? Ну, то есть, дорого обходится вот это все? Дорого обходится. Но мы, вот то, что мы делаем у себя, мы так вот очень эффективны. Мы так где-то больше, чем 97% вот этих всех краш... Снимаются, да? Да, да, да. Но на самом деле, как бы действительно, кто-то пробует, но уже все становятся более, по-английски говорят, sophisticated, более продвинутыми. И хакеры становятся более продвинутыми. И люди, которые вот аналитики, как мы. То есть, мы учимся у этих хакеров. Государственные структуры, спецслужбы и так далее, как-то задействуются? Вот на вашей стороне, как считается? Вот говорят, что в Китае спецслужбы подключаются к хакерским делам, помогают там и так далее. То есть, можно по уровню вторжения определить... Как это заинтересовано? Можно. Давайте перейдем на другую тему. Ну, то есть, как бы... А есть такое, что объемы, обороты, вот эта накрученность растут, а не наоборот падают? То есть, я понимаю, что вы защищаете больше и больше, но как бы общая тенденция в атаках. Значит, знаете, это идет, как американские горки. Вот так. Потому что, ну, конечно. Потому что есть какая-то атака, например, была атака на Таргет. Когда мы говорим насчет атак, хакеры очень обычно активизируются, пытаются там что-то... Я не хочу привести к новой большой хакерской атаке на Америку из-за нашего популярного фильма. Я тоже иногда многие вещи не говорю вслух, потому что, я думаю, хуже будет вообще не рассказываю. Вот. И на самом деле это идет, как американские горки, потому что есть что-то такое новое, и где-то есть какая-то атака. И потом вот эти люди, которые и там спецслужбы, и аналитики, неважно кто, они потом это все анализируют, смотрят откуда, ноги растут, да. И потом они, это в зависимости от чего, конечно же, к Таргету подключились. Это чтобы карточки кредитные украсть? Это не только, нет. Это есть data breaches. Это когда есть базы данных с платежными системами, с платежными какими-то данными, то это все защищено. Это целая Библия всего. И поэтому это происходит, вот, как бы, да, это происходит, это не то, что больше атак или меньше атак. Это есть какая-то атака, потом это все, как бы, уменьшается. Я понял. То есть она новая. До того, что новая. Да, то есть job security, совершенно даже я не... Вот спрашивают иногда, знаете, меня спрашивают, скажите, говорят, вот я там поступаю в университет, там где-нибудь в Черновцах. И вот у меня на выбор три профессии. Значит, одна там, какой-то там, я не знаю, что он там, data, вот это safety, там, безопасности, безопасность или там сети, или там, я не знаю, веб-программирование. Вот вы, как бы, как человек, который вот с той стороны, вы хотите сказать, что вопросы безопасности, это вопросы, которые нарастают с точки зрения вот рынка труда и как бы все лучше и лучше. Я вам сейчас дам такой совет. Директор школы моих детей сказал только одну вещь. Мы учим ваших детей, но мы не знаем, какие у них будут профессии. То есть дети, которые дети сейчас, которым 10 лет, вот их чему-то сейчас учить, или даже человеку, которому в 17 лет куда-то поступать, вот то, что вы будете учить, это не значит, что вы будете по этому работать. Технологии изменятся. То, что вам надо учить, это как учиться и как быстро вы можете... То есть вот когда я принимаю на работу, это не то, что человек только знает, а как быстро человек может решить новую проблему. Потому что то, что я учила, я вот в какие-то 90-е, я не буду опять говорить о своем возрасте, но такой профессии вообще, если бы мне рассказали, что я буду бороться с мошенничеством при компьютерных переводах денег в каком-то 2010-2015 годах, я бы не поверила, потому что такого еще не было. Поэтому если человек решает, что учить, то выбор, конечно, за вами. Но вы должны знать, что то, что вы выучите, это будет, может быть, актуально на следующие там несколько, 3-5 лет. А все остальное будет постоянно меняться. То есть вы должны учить, это вот мое субъективное мнение, вы должны учить то, что вам нравится. А вот такой вопрос. Вот очень много сейчас, вы не представляете, как много молодых людей, вот 18, 19, 20, они бросают университеты, или они учатся, но просто потому что родители додавили, и так далее, они говорят, тоска зеленая, скучище, там, техника устаревшая, преподы ничего не знают, всем на все наплевать, коррупция, там, ставят зачеты за взятки, там еще, как, вот в такой ситуации, которую мы не можем изменить. Вот молодой человек, он хочет чего-то в жизни, но вот он попал в университет, его и в армию там не берут, слава богу, тоже это полезно. Но, ну, вот что ему, ну, как жить? Вот, как вам посоветовать, на чем сфокусироваться? Вы знаете, каждый проходил через это. В любом университете есть, скажем так, академическая дедовщина. Когда вы приходите, первые пару лет, пару лет вам дают скучные курсы, курсы, которые массивные, которые надо всем пройти. Не забывайте, что преподаватели, это, как бы, преподаватели, это очень хитрая вещь, потому что преподаватели в университетах, это люди, которые занимаются академической работой. Их главная критерия успеха, какие они написали статьи и публикации. То есть люди во многих университетах, они вообще, в принципе, не должны преподавать. Это вы про американские говорите? Например, израильские или американские. То есть люди, которые в университете работают, их, как бы, они занимаются специализацией. И как нагрузку этим людям дают преподавать. Это вот такое на западе. В западных университетах многие преподаватели в гробу видели это преподавание, и зачастую вместо них их аспиранты ведут. Да, да. Вот. И если вот эта тоска зеленая, поверьте мне, я проходила это везде. Это независимо. Даже, наверное, здесь. Но то, что вы можете, я это знаю, но это можно превратить во что-то, где вы научитесь, я понимаю, что ничему новому, но попробуйте извлечь что-то новое. И попробуйте все-таки попытаться сдать, вот, как вы можете, но найти, например, сокурсников, потому что не одни вы считаете, что это тоска зеленая. Значит, у вас могут быть сокурсники. Потом, очень знаете, что полезно? Создать портфолио. Это вы можете, например, если вы что-то учите, это использовать, написать какой-нибудь веб-сайт. И этот веб-сайт, это ваше портфолио, то есть это ваша визитная карточка, когда вы учитесь. То вы можете создать какой-нибудь мини-проект. Вот как я, например, я работаю, и мой мини-проект, это вот это, и мой, и Лилин мини-проект, это вот эта группа. Они наверняка какие-то курсовые же делают. Как же это? Не может думать, что в университете учился, курсовых не делал. Наверняка у них есть правительство. Можно подрабатывать, как сказать, по профессии. Да, во-первых, да, во-вторых, вот то, что вы делаете курсовые, не просто делать, я не знаю, например, в университетах, вот я училась только на Западе, и на Западе, когда вы пишете курсовую, вы выбираете тему, вам дают какую-то рамку, но в этой рамке вы выбираете то, что вам удобно. И вот если какое-то устаревшее, что-то устаревшее, я не знаю, опять же, я не знаю как, но можно всегда что-то выбрать не устаревшее, что-то, какую-то, я не знаю, если есть старые программы, может быть, использовать какие-то новые фичеры. То есть можно. Я бы обобщил то, что вы сказали, вот так. Я бы сказал, что существенно не то, чем у вас учат в университете, а существенно ваше отношение. И в первую очередь не к тому, чем у вас учат, а к себе. Поэтому, если у вас отношение к себе правильное, то вы возьмете вот поступающие на входе в систему, так сказать, в систему это вы. Вы берете то, что поступает на вход. Значит, во-первых, фильтруете, во-вторых, перерабатываете в качестве продукта. Продуктом являетесь вы. Вот вы отнеситесь к себе как к продукту, отнеситесь к себе как к инвестменту. Погодите, я инвестирую в себя. Значит, ваши assets, активы, ваши активы из двух частей состоят. Вообще, любой специалист, любой профессионал, у него два типа активов. Первый тип активов у него это знание, которое у него есть. Его способность созидать что-то, на что есть спрос, за что деньги платят, за что уважают, продвигают. И то, что тебя делает незаменимым, и у тебя вот этот job security, ты всегда приди, и так далее. Это знание профессиональное. Второй момент, это твой круг общения, твой нетворк профессиональный. совершенно верно. Поэтому, когда у тебя есть нетворк, да еще и знание, вообще, ну все, всех раздавил. Не имеется в виду всех раздавил, но поднялся на такую высоту, что непоколебимую. И сосредоточьтесь на себе, скажите, я, я инвестирую в себя, ничего на свете нет более ценного для инвестирования, чем вы сами. Если вы в себя будете хорошо инвестировать, у вас будут инвестиции и в акциях, и в рилл-эстейте, и там, я не знаю, в чем еще, я вот с акциями не связываюсь, но не важно. В себя инвестируйте. Поэтому, вы смотрите на этот университет, вы говорите, я здесь должен провести 4 года или 5 лет, чтобы получить формально вот это образование в той области, в которую я выбрал и так далее. И дальше, вы не говорите, что-то они меня тут не додали. Да, это, знаете, это я, вот, если честно, я никогда не переваривала такой тип людей, потому что я работала с иммигрантами везде. Приезжают люди в Америку, в Израиль с таким, знаете как, с таким настроем «мне все должны». Есть такие, да. Да. И это уже, когда я работала с иммигрантами, уже с самого начала известно, этот человек ничего не добьется. А когда, вы понимаете, во-первых, никто никому ничего не должен. Это раз. Это вот у нас такой девиз и даже в нашей группе, что никто никому ничего не должен. То есть люди, они помогают. Если они хотят, они помогают. Если они могут, они помогают. Если я не умею писать резюме, есть кто-то, кто умеет. Но зато я умею что-то другое и я помогу девушкам из нашей группы. То есть каждая, в принципе, даже если вы нуждаетесь в помощи, всегда есть то, чему вы можете друг друга научить. У нас еще был один вечер про моду, как одеваться на работу, почему женщина. Это был, конечно, большой хит. Мне бы тоже неплохо. Я вот как-то вот хожу, посмотри, как я хожу, господи, это же даже прямо неудобно. И в шапках еще. Еще и в шапках, да, еще в этих фуражках там. Вот. И возвращаясь к какому-то напутствию, я хочу сказать, что если по статистике стартапы преуспевают, да, если стартапы преуспевают, где-то обычно статистика такая один из десяти, то я хочу сказать, или там люди играют в лотерею, они что-то надеются. Но я хочу сказать, что самый лучший вклад это свои собственные мозги, потому что у вас сто процентов будет успех какой-то. Потому что до пенсии, во-первых, вы будете все еще много лет работать. Иногда вот был такой период, шесть месяцев я не работала. И такое впечатление, что вообще нет просвета никакого. На самом деле вы еще... Да, это такой... У всех бывают какие-то вот такие тоже американские горки в жизни. Но главная такая вещь. Это ваш собственный настрой. Это как вы видите ситуацию. И вы не забывайте, в любом университете с тоской зеленой, это не вы один-одна, там есть ваш будущий нетворк. Не забывайте про Сергея и Лари. Они были в Стэнфорде, они учились... Так они в приличном месте учились. Это не важно. Есть люди... Вот в израильской армии, почему Израиль? Это первое, называется стартап-нейшн. Там количество стартапов на душу населения совершенно зашкаливает. Потому что это люди, которые вместе служили в армии. Или люди, которые учились в университете. Но в большинстве в армии, потому что они служили бок о бок, в компьютерных каких-то там... В компьютерных... Как это? Не ячейках. В компьютерных подразделениях. И они уже друг друга уже изучили со всех сторон за 2-3 года. А что вы делаете в университетах? Вы тоже самое. Это скамья. Где вы эти же 4 года знаете, с кем можно кашу сварить, с кем нельзя. Поэтому я уверена, выбирайте не то, что вы учите, а с кем вы учитесь, и как вы сами к этому относитесь? у меня приятель есть, мы ровесники, то есть вот ему сейчас под 60, а когда ему было лет 45, он, жили в Израиле, уже лет 10, ну сколько-то он там жил, он решил поменять работу. А он такой серьезный, там по радиолокации специалист, и, значит, тоже несу связь, вот мы заканчивали, и он пошел, а он хорошо зарабатывает, у него в общем-то все хорошо, он не то, что он потерял работу, он хотел что-то поменять. И ему, ну так они смотрят, и получается, ему надо просить много, а он уже не молодой, можно взять там, знаете, 33-летнего, там месяца 45, как бы есть разница. Ну и так, и так вроде поговорят, и все, и там, и вдруг так, он говорит, говорят, слушай, а ты в 73-м году в какой части служил? Когда с Египтом-то отношения выясняли. Он говорит, а я в это время в Раши был, а он только пришел на первый курс в институт связи в 73-м году. А он говорит, ну да. А могло бы, да, а могло бы влиять сильно. Да, да. Поэтому, еще раз, тоска не тоска, у вас всегда есть люди, которых вы знаете, и которых можно взять с собой, и что-то всегда попробовать сделать. И еще, вы знаете, что, я все время, меня спрашивали, даже члены Европарламента приехали сюда, и все пытаются, Сколково и так далее, все говорят, почему в Кремниевой долине все работает, а у нас даже в Европе не работает. И то, что люди и вкладывают какие-то биллионы, просто миллиарды долларов, рублей, там всего, евро, вкладывают, чтобы сделать подобие Кремниевой долины у них самих. Но они не понимают самого главного, что не дело в инвестициях, и не дело в том, чтобы сказать, сделаем стартер, а дело в отношении к тому, как человек падает, вот именно к неудачам. Потому что здесь у нас, я не знаю, можно еще сделать и строить беседу про неудачи. Что в Кремниевой долине, секрет успеха в Кремниевой долине, что каждый человек, который преуспел, вот я даже не спрашивала до этого Михаила, каждый человек, который преуспел, поверьте мне, каждый из вас, у этого человека было падений больше, чем ста, у ста других людей, в принципе. То есть каждый человек, который преуспел, это необходимо, чтобы у вас были падения. И что такое успех? Это когда вы встали, поднялись, отряхнулись на один раз, ровно на один раз больше, чем вы упали. Со стороны кажется, что вот он успешный, у него есть там меншин, у него на горе, у него там бабки, счет, известная компания, и так далее, и никто не знает, что он, допустим, 50 раз обломился, пока один раз у него выстрелы. И я, например, очень люблю пример с президентом американским. Значит, что там происходит? С Линкольном. Линкольн был патологически неудачный. Он, все, что он в жизни делал, ну не все, очень многое, что он делал, он абсолютно во всем терпел неудачу. Но, первое, он не унывал, и второе, он каждую следующую задачу ставил выше, чем предыдущую. То есть он не говорил, ага, я шишек набил, давай вот теперь это сделаем хорошо. Он говорил, я шишек набил, давай-ка теперь планочку поднимем. И там шишек набивал, и там шишек набивал, и там, и в итоге стал президентом. Правильно? И его таки убили. Что это такое, ну, конечно, врачный пример? Нет, я, я так, я в шутку. Но я просто к чему говорю, что он бы не стал никогда президентом, если бы он обломился тут или обломился там, или сказал бы себе, я это уже умею делать, хорошо, давай я вот тут остановлюсь и не пойду дальше. Вы знаете, вот еще меня очень удивляла такая вещь, когда я узнавала про бизнес в России, как относятся к успеху и как относятся к поражению в России. Значит, если человек успешный, а я сама ответила сейчас. Да, давайте. Значит, вот человек, например, преуспел, ему говорят, говорят, проворовался, а если человек не успел, не преуспел, вот, ну, открыл компанию, говорят, прогорел. В Италии, если вот так вот прогорел человек, ему потом суд не дают, то есть вот это вот, люди в Европарламенте, они как бы вот голову ломали, а в принципе вопрос-то был простой. То есть, что делают с людьми, которые один раз оступились. И вот в некоторых странах, вот один раз оступился, все, ты труп уже. Если ты лично не вернул денег, лично не вернул банкрот, тогда тебе денег, может быть, банк больше не даст. Но если у тебя был стартап, и тебе люди дали капитал в риск, и они не придут к тебе с утюгом, если деньги пропали, они понимают, что идет в риск. Это их оценка, твоей способности вот это делать. Я помню историю, Twitter когда там, пытались деньги получить, где-то 200 человек он обошел. Да. Никто даже слушать не хотел, кто-то 200-й какой-то там дал ему денег на этот Twitter, да, и оно вдруг поскакало. Почему? Они смотрят на него, они думают, где деньги? Где шанс? Какой шанс? Есть времена, когда там 8 из 10 вылетают, вот когда была лихорадка вот эта вот в конце 90-х. 8 из 10 выходили, а до этого за 5 лет бабло. До этого было, ну что там, ну 1 из 10. Понимаете? Да. И они смотрят, они оцеливают. Если они дали тебе деньги, это же они тебе их дали, это же они решили, что есть смысл тебе их дать, понимая, что вероятность на то, что это даже просто вернется, может быть, там одна десятая. Понимаете? Ну это, да, больше того, если у тебя опыт есть уже, да, это другое дело совсем, ты уже с опытом. Да. Ну конечно. А если ты успешный, так за тобой бегают с деньгами и говорят, возьми денег, сейчас наверняка новый стартап будешь делать. Я знал мужика, вот я работал в компании, Бродвижен, вы не слышали? Слышала. Вот я работал в Бродвижене, там, я там работал, когда в паблик выходила. И легендарная была компания, и там дядька, который ее организовал, он был до этого вице-президентом, это по-моему был Сайбейс, он был вице-президентом Сайбейс, а Сайбейс купил его предыдущий стартап, который был мультимедийный. И он где-то, вот он миллиардером стал там где-то в 35 лет. Так я к чему рассказываю? И он говорит, что вот когда он продал вот тот стартап, и за ним ходили инвесторы и говорили, возьми денег. Он говорит, а зачем? Я говорю, ну ты же наверняка сейчас что-то сделаешь, а вот деньги есть. Вот давай сделай что-то, вот же деньги есть. И он говорит, я отказывался от денег, потому что люди ходили, да у меня своих, говорит, полно, что я буду ходить? Да, ну мы какие-то делаем такие рассказы, когда говорят, вот вы в Кремниевой долине сидите у вас там на Олимпе, на горе Олимпе. А мне говорят, быстро в Кремниевой долине зайдите, говорит, это самое, у меня предложение деловое, зайдите к Сергею Брину. Конечно. Его офис открыт прямо здесь, конечно, 24 часа в сутки. Ну да, вот там с удовольствием поговорить. На дружеской ноге, да? На короткой. С Пушкиным на дружеской ноге. Но что я могу сказать, что никогда, то есть здесь вот главное, как говорят Америка, это трудовой лагерь с усиленным питанием. То есть здесь, как сказать, не то что халям, здесь вот какое-то есть слово, что здесь не проходит такая вещь, что можно дурью маяться и как-то там преуспеть. То есть здесь вот любой человек, который чего-то достиг, надо действительно тяжело работать. У меня есть две, как бы я когда говорю про Америку, я говорю, что есть две концепции успеха американской жизни. Значит, может пришел. Значит, есть две концепции американской жизни, успешной. Значит, первая концепция, это сесть на какие-то социальные программы. То есть, грубо говоря, оптимизация идет такая, оптимизация на нулевое инвестирование себя и так далее. Вот сколько можно получить по максимуму, не делая ничего. Но поскольку здесь люди не умирают на улице, это больше того, если ты ничего не делаешь, ты там на вилферах, тебе еще медицина бесплатная, вообще не такая плохая кси. Вот. И так далее. Есть другой вид оптимизации, когда человек говорит, как по максимуму реализовать свой потенциал. Да. И получается, что и те, и другие себя хорошо чувствуют здесь. Да, это действительно. Как бы да. Это абсолютно. Ты можешь приехать, сесть на вилфер, там вот я знаю людей, там верующие, да, и он говорит, ну, что ты не работаешь? Сакраменто, да? Да, и сакраменто. Есть много места, включая сакраменто. Он говорит, верующий, а что, как я могу работать у меня семь детей? Да ты открой книжку какую-нибудь, которую там, да, положено читать. Где же там написано, что ты, что человек, имея семь детей или даже десять, не должен работать? Там же наоборот написано. Да. Но, во всяком случае, и тем, и другим хватает. И США тратит чудовищные деньги на социальные программы. Чудовищные. Есть же пропорции один к одному, что на одного безработного в Америке, то есть на одного, который работает, то есть на одного, который получает вилфер. Значит, вилфер, я не знаю, но у нас половина населения, 49% налогов не платит. Ну, вот оно. Ну, и 1% населения платит 20%, не 20%, 38% всех налогов. Я понял, мы отпускаем Юлю, там ее муж. Надо забирать троих детей. С какого возраста, детки, напоследок? Дети 8 лет, значит, второй, четвертый и шестой класс. А, я думаю, вторая, где дети между этим? Значит, класс, окей, класс второй. Класс второй, четвертый и шестой. Видите, как у меня девочка в третьем, ну, внучка в смысле. А, у меня внучка. Внучка. Ну, что же, хорошо, ладно, ребят, я от имени, так сказать, вас всех, поскольку вас тут рядом нет, а я есть. Я поблагодарю Юлю и я выражу надежду, что мы не последний раз. Задавайте вопросы. Чем больше вопросов разных вы там, значит, напишите в комментариях, тем больше у нас будет энтузиазма о том, чтобы сесть еще раз по полтайне. Да, 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 если по просьбам телезрителей, да. И, друзья, отдаем Юлю бельгийскому товарищу, который сейчас ей что-нибудь скажет по-французски. Вас я поздравляю со Старым Новым Годом, с Новым Новым Годом и желаю вам успехов и главное делать правильное решение и никогда не сомневаться. Не смотреть назад и смотреть вперед. Хорошо. Значит, я должен подумать на это вот, никогда не сомневаться, я должен подумать, потому что это для меня не очевидная вещь, но я подумаю. Счастливо. Пока.